Драм-кружок Сейчас технологии идут вперед и без развития ребенка с двух лет, я считаю, что с двух-трех лет это ребенку необходимо. Все равно домашнее развитие, оно не такое, как в коллективе и в преподавательском и в детском. Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок был самым умным, спортивным и развитым во всех областях. Эдакий маленький гений. Особенно заботливые нередко записывают свое чадо чуть ли не во все существующие кружки и секции. В магазинах представлено много развивающих игр, методик и карточек для детей от трех лет и старше. Но как выбрать правильный подход для ребенка, чтобы его не перегрузить? Лучше обратиться к специалистам. Мозг каждого человека устроен так, что период наибольшей его продуктивности приходится на возраст до семи лет. До трех ребенок словно губка впитывает все, что ему говорят. А к семи эта способность ослабевает. Малыши сталкиваются с огромными нагрузками, а точнее перегрузками, что может привести к ухудшению зрения, истощению нервной системы и переутомлению. Поэтому важно, чтобы объем информации был распределен правильно. У нас в группах максимум 10 деток. И мы, когда ознакомим их со счетом, с цифрами, непосредственно ребята считают. Например, я спрашиваю, сколько здесь солнышек? Он отвечает, одно. А давай мы найдем эту цифру. Мы уже познакомились с ними, прошли несколько занятий, узнали три цифры. И он ищет цифра один и накрывает фишечками. Дети любят учиться даже больше, чем есть конфеты. Особенно, когда информация подается в игровой форме. Первое условие педагога, у нас педагогу, это чтобы не он под себя строил ребенка, а чтобы он подстроился под каждого ребенка. Методические часы, когда проводятся, мы обсуждаем каждую группу и каждого ребенка. И мы знаем, какой характер, насколько он энергичен или он, наоборот, более спокойный. И программа подстраивается под каждого ребенка. Но если ваш ребенок не ходит в специализированный центр по развитию, это не значит, что он станет двоечником. Просто придется приложить больше личных усилий к образованию своего чада. Антонина Шитова, Алим Велиев. Утро нового дня.